спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы волейбол северной столицы начал развиваться относительно поздно самом конце 1920-х годов зато уже в середине 20 века пережил невероятный расцвет и с тех пор город остается одним из центров игры в россии и европе мужскую сборную россии одну из лучших команд мира традиционно пополняют уроженцы петербурга или по крайней мере выпускники петербургских спортшкол такие как звездный диагональный максим михайлов призер трех олимпиад и победитель игр в лондоне 2012 согласно опросам волейбол стабильно входит в топ-5 иногда даже в топ-3 самых массовых видов спорта по россии как в плане занимающихся людей так и по числу активных болельщиков зрителей числа вопросов сильно разнятся так что приводить их мало смысла но все сходятся что среди игровых видов спорта волейбол по россии уступает только футболу в массовости и лишь футболу с хоккеем в числе фанатов в петербурге множество волейбольных школ по всему городу последнее время активно развивается пляжный волейбол есть специализированные школы именно для пляжников с выездами в жаркие страны на зиму огромный бонус популярности должен был дать чемпионат мира 2022 в россии но вы знаете что вышло однако и без мирового первенства успехи российских команд отмечались зрителям который заинтересовался российской суперлигой поэтому очень обидно что во многих городах нет больших арен для волейбола если бы они существовали посещаемость определенно была бы не хуже хоккейной а в самых волейбольных местах могла бы превосить футбольную петербургу повезло петербургские зрители могут не просто ходить на волейбол но еще и выбирать из нескольких команд женских и мужских а также из нескольких арен главные матчи принимаете бур арена где мы побывали сегодня на тренировке петербургского зенита пустые трибуны кажется выше чем обычно а лестницы круче но именно такая конструкция обеспечивает оптимальный обзор с верхних ярусов сибура перемещение мяча видно даже лучше нежели снизу также много игр проходит в академии платонова который мы рассказывали ранее а есть еще новенький спорткомплекс гмту в просторечии корабелки редкий пример крупного спортивного объекта на юго-западе города там играет женская ленинградка и туда съезжаются ее болельщики в ярких желто-черных цветах это мы говорим только о крупных стадионах с большими трибунами а есть тренировочные спорткомплексы такие как знаменитый экран воспитавший много сильных волейболистов среди нынешних звездных петербургских воспитанников иван яковлев блокирующий сборной россии зенита воспитанник питерского автомобилиста победитель лиги нации серебряный призер олимпиады в токио 2020 и просто очень крутой игрок вы поговорили с ним чувствует ли он популярность и особую ауру волейбола в северной столице фигур арена одна из лучших для волейбола в россии ваше впечатление да наверное соглашусь что это одна из топовых арен нашей страны потому что во первых это очень большая арена по вместительности очень много людей любителей волейбола и болельщиков могут прийти посмотреть на наш классный вид спорта и конечно же в северной очень комфортно играть поэтому я думаю что многие называют ее одна из лучших в этой в россии а вот с точки зрения профессионала тренировки здесь чем отличаются да в принципе если сравнивать с маленькими аренами то конечно это по-другому воспринимается восприятие зала по-другому как бы ты работаешь естественно площадке с мячом и так далее а в принципе у нас в стране много больших арен поэтому они все схожи по своей высоте там не знаю ширине и так далее но и конечно же комфортнее работать в большом пространстве обладать сложно переходить маленькая арена большой у разных команд разные студии в принципе я наверное сейчас скажу уже что нет потому что мы уже долгое время как бы играем одних и тех же аренах и соответственно они уже все давно изучены поэтому сложности в этом вы уроженец петербурга сейчас вернулись родной город несколько лет назад как по вашему изменился интерес к волейболу я думаю да что интерес к нашему виду спорта он конечно растет из-за дня в день потому что во первых работают все пресс-службы во первых клубов также федерация всероссийского волейбола очень сильно развивает наш вид спорта и делает для этого максимум усилий поэтому конечно же популяризация растет больше людей ходят и смотрят вы на мероприятиях часто общаетесь с фанатами когда есть возможность конечно всегда подходим раздаем автографии фотографируемся поэтому конечно об этом как раз вот поэтому в этим встречам чувствуется что люди больше начинают интересоваться и больше понимать волейбол да конечно даже вот за четыре года что я играю в питере как бы я даже замечаю что с каждым годом все больше и больше приходит новых людей которые бывают говорят что просто первый раз на волейболе но также такой захватывающий вид спорта что будут ходить теперь постоянно а если сравнить питерских болельщиков снова снова урингуйскими с другими болельщиками чем они отличаются да в принципе ничем потому что всегда приходит болеть за свою команду которая своем городе родном играет поэтому все болельщики хороши и все поддерживают свою родную команду поэтому различать их как-то наверно будет неправильно сейчас уже довольно долго без международных матчей как ощущение как вы поддерживаете мотивацию вера в светлое будущее конечно же и очень надеемся что в скором времени нас допустят для международных соревнований и где мы будем выступать и показывать хороший результат то что волейболе все-таки есть легионеры все-таки есть как какой-то контакт это помогает но в любом случае конечно да потому что это разбавляет скажем так привычные составы команд который мы уже привыкли в чемпионате россии с точки зрения развития также волейбола как спорта это большой плюс то что легионеры все-таки допущены играют за наши команды вот этот уходящий год был одним из самых тяжелых в карьере сложно ответить на вопрос как бы тяжело ответить потому что сравнивать не с чем скажем так и такая ситуация первый раз в карьере поэтому а сказать что это самый тяжелый год моей карьере нет наверное так не скажу мысли об олимпиаде беспокоит или стараетесь строгировать пока мы об этом не думаем потому что есть у нас чемпионат россии где мы должны показать прежде всего результат и поэтому мы сейчас думаем об этом и наперед сильно не заглядываем а вот как думаете если все-таки случится маленькое чудо сборной россии попадет на олимпиаду выиграет давайте загадывать не будем во первых как бы это неправильно а во вторых давайте отталкиваться от того что будет ситуации в мире конечно на тот момент когда будет проходить олимпиады если нас допустят то естественно сделаем максимум и приложим все свои усилия для того чтобы выиграть эти соревнования но пока мы ничего не можем сказать по этому поводу будем надеяться хорошо спасибо вам да не за что и Субтитры сделал DimaTorzok